Последний экзотический квест этого сезона появился в игре вчера, 8 сентября. Пистолет «Выбор странника». Тот самый пистолет из оригинальной сюжетной кампании Destiny 2 переродился в экзот-форме. Давайте рассмотрим в этом видео квест и, конечно, обсудим сам пистолет. Квест по факту начался ещё месяц назад, когда мы выполняли поручение «Подготовка к эвакуации». Так что для начала убедитесь, что вы выполнили его. И первая часть квеста, и та, что появилась в игре вчера, обе начинаются с диалога с командером Завалой. Так что отправляйтесь к нему для получения. Завала скажет нам навестить Ашера, Слоун, Венса и Ану Брей и помочь им с эвакуацией с поверхности планет, над которыми зависли пирамиды. Весь квест просто элементарный. По сути, вас за руку ведут по четырём планетам, что будут удалены в хранилище контента осенью. На каждой вам нужно выполнить, например, героическое приключение, вот оно, кстати, некоторые потеряли, или налёты. Никаких сложностей нет, ни гринда, ни фарма, ни этапа с пвп или гамбитом. Просто прощальный квестец, чтобы поплакать над уходящими локациями и героями. Единственный момент, который может у кого-то вызвать затруднение, это поручение от Аны Брей. Найти терминал. Так что путь до него я как раз сейчас и показываю. Субтитры сделал DimaTorzok Весь квест же занимает порядка полутора-двух часов, после чего обращайтесь к заваля и получайте награду. И сколько угодно. У нас нет на него времени. А Шермир останется и даст им бой. В душе он по-прежнему страж. А командор Слоун возглавит наступление на пирамиду над Титаном. Бесстрашная женщина против сил тьмы. Что еще я мог сделать? Я хотел сплотить авангард, но перед лицом темного флота у нас небывалый раскол. Вера – это все, что у нас осталось. Вера в странника. Вера в свет. Вера в тебя. Кстати, об этом диалоге я недавно выпустил интересное лор-видео. Посмотрите по ссылке, уверен, что понравится. Теперь же давайте взглянем на сам пистолет. Его характеристики, плюсы, минусы, подводные камни. Выбор странника – кинетический пистолет со скорострельностью 300 выстрелов в минуту. То есть тот же архетип, что у пистолета натиск. На консолях, к примеру, натиск вполне рабочий вариант в пвп, так что такое сходство довольно любопытно. Давайте посмотрим на перки. Экзотический перк – собирающий свет. Каждое добивающее попадание этим оружием создает заряд собирающего света, чтобы потратить заряды на ближний бой, гранаты или классовую способность. При убийстве любого противника из этого пистолета он начинает светиться. Это и есть индикация того самого собранного света. Вам не нужно собирать сферы какие-нибудь или что-то в этом духе. Заряды будут накапливаться автоматически. Максимальное количество накопленных множителей – 10 единиц. За убитого противника в пве дают 1 заряд, а за убитого в пвп стража – 3. В зависимости от того, сколько зарядов у вас накоплено, вы можете полностью или частично восстановить свои классовые способности и гранату при перезарядке этого экзота через долгое зажатие кнопки перезарядки. То есть вот я потратил все билки, у меня 10 стаков, перезарядился – вперед. Другой перк – Дар Странника. Каждый заряд собирающего света сокращает время перезарядки оружия, повышает его удобство и улучшает захват цели. Тут все понятно. Чем больше накопил зарядов, тем удобнее пистолет и тем больше ощущается помощь в прицеливании. И работает это, логично предположить, гораздо заметнее в пвп. Что уж касается скорости перезарядки и удобства – точно. А вот захват цели – ну такое, я разницы не заметил критичной. Для какого режима этот пистолет подойдет больше всего? Но те, кто играет с пистолетами, могут оценить выбор Странника и побегать с ним, к примеру, в Железном Знамени на этой неделе. Самое оно, чтобы доделать сезонный квест на лекарство дурака. В остальном, даже несмотря на то, что время убийства у пистолета ниже, чем у гнетущего голода, играть с ним в пвп на серьезных щах кто-то будет едва ли. Все же я не представляю, что нужно такого сделать с игрой, чтобы игроки начали хоть как-то серьезно относиться к пистолетам. Для пве, ну, тут и речи быть не может. Экзотик слот ставить в кинетик на белых пульках – сами понимаете, это применимо только, да даже не знаю, затерянные сектора зачищать. Хотя и там я лучше возьму пистолет-пулемет какой-нибудь. Конечно, прикольно то, как быстро теперь можно возвращать себе классовые способности и гранаты. Например, это интересно работает при смене подкласса. Накопил ты 10 стаков на пистолете, ультанул в огненной, например, ветке, потом сменил на пустотную, зажал кнопку перезарядки, и вот у тебя уже есть все классовые способности. Я, конечно, могу предположить, что с этим пистолетом кто-то придумает какой-нибудь интересный билд для пве. Ну, например, если две легендарные пушки во второй и третий слот будут отвечать за ДПС, скажем, меч и какая-нибудь новая 140-ая снайпа, а выбор страника будет использоваться как основное оружие на мелких противников и как дополнительный инструмент на откат гранаты, то возможно, но все равно пока что очень сомнительно. Вердикт, в общем, такой. Пистолет вам 100% нужен, чтобы закрыть триумф печати сезона. И чтобы не было пробелов коллекции. В остальном же это был просто прощальный квест с экскурсией по планетам, которым угрожает тьма, за которой зачем-то дают экзот-награду. Мне не очень нравится идея того, что сейчас стали появляться такие проходящие экзоты с посредственными перками, статами, которые получаются по квестам. Будь это легендарная пушка, претензий бы вообще никаких не было. И квест был бы просто для того, чтобы скрасить затишье контентовое такое. Ну а так, оценка пистолету 5 глоков из 10. Не забудь подписаться на канал. Спасибо за просмотр. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok